Всем привет и добро пожаловать на LinguaTripTV. Меня зовут Юля и последние 6 лет я живу в Канаде. И в этом видео я решила рассказать вам, сколько же стоит жизнь в Канаде. Меня часто спрашивают студенты, сколько стоит это или сколько стоит то. И в этом видео я решила вам все вместе собрать, рассказать, где лучше что-то покупать, где искать, где искать, например, скидки для студентов, где искать потенциальных работодателей. Если вам актуальна и интересна эта тема, оставайтесь с нами и поехали! Дисклеймер. Мы берем среднюю стоимость по городам Канады. Цены могут отличаться в Торонто, в Монреале, в Ванкувере. Ванкувер дороже, в Монреале дешевле. Поэтому цены эти средние. На них нужно примерно рассчитывать. Начнем, наверное, с таких базовых расходов, например, с еды. Еда, если вы будете готовить дома и покупать ее в супермаркетах, обойдется вам примерно в 300-400 долларов в месяц. Еда в кафе или в ресторанах обойдется вам от 20 долларов. Если мы говорим, например, про Макдональдс, вы можете купить себе маккомбо за 10-15 долларов. Если мы говорим про бары, один напиток будет стоить около 15 долларов. Пиво будет стоить 7-8 долларов, в зависимости от того, куда вы пойдете и в зависимости от города. Еда на одного человека будет стоить около 30-40 долларов. Это с учетом, если, например, вы берете какой-то деш, то есть, например, пасту с бокалом вина. Это будет 30-40 долларов в каком-нибудь простеньком ресторане, кафе. Если же мы говорим про какие-то апскейл, может быть и 60 и выше. Опять же, все зависит от вас, от вашего бюджета. Проживание в Канаде стоит примерно 1000 долларов за студию. Опять же, цены варьируются от города в город. Например, в Монреале я снимала студию за 600 долларов, вторую я снимала за 900 долларов. В то время как в Торонто за эти деньги вы снимете, ну, максимум, подвал на окраине. Поэтому нужно смотреть на сайтах таких, как Kijiji, на Facebook Marketplace. Они вам помогут понять вообще, сколько стоит проживание в том или ином городе. Проживание в резиденции стоит примерно 8-10 тысяч канадских долларов в год. Как правило, в стоимость входит meal plan, то есть, у вас будет ваш студенческий. И на нем уже будет какая-то сумма денег, которую вы можете потратить на кампусе. На Макдональдс, на Старбакс, на кафетерию, на все, что хотите. Это обязательное условие для студентов первого курса. То есть, если вы впервые едете в колледж, хотите жить в резиденции, вам обязательно брать этот meal plan. Если вы решили остаться и на второй год пожить в резиденции, то вам уже как бы это опционально, можете не брать. Что касается проездного. В Торонто проездной вам обойдется в 151 доллар. В Ванкувере он вам обойдется в 98-177 долларов. Летом проездной легко очень заменяется на велосипеды, самокаты, скутеры. То есть, в Канаде просто реально все заставлено этими средствами передвижения. Поэтому, если вы, например, не хотите ездить в автобусе, в метро летом, вы можете купить себе абонемент на велосипед, который будет стоить вам около 100 долларов. И брать велосипеды, которые стоят по всему городу. То есть, приехал, поставил, уехал. Поездки примерно стоят 3 доллара 25 центов. И, например, в Торонто велосипеды стоят даже в феврале. То есть, вы можете не только летом на них ездить, но и, в принципе, весной и осенью. Если вы только мечтаете о Канаде, то по ссылке в описании вы можете забронировать консультацию со мной. Я вам расскажу все об образовании в Канаде, помогу определиться с программой, с вузом и составлю пошаговый план поступления именно для вас. Что касается связи. То есть, обычная сим-карта, какой-нибудь супер простенький план. Я бы сказала, стоит он около 50 долларов. 2-4 гигабайта. Unlimited calls, unlimited texts. То есть, как бы, все супер. Но если вы хотите сэкономить, есть такие операторы связи, как Chatter, Freedom, Fizz. Но Fizz, он как бы дороже, чем вот эти два, но дешевле, чем Fida и Rogers. Базовые потребности покрыли. Следующая категория – уход за собой. Если вы девушка, маникюр вам обойдется в 40-50 долларов за поход. Если вы делаете два раза в месяц маникюр, то есть 80-100 долларов, 100% потратите. Заметьте, что все эти цены не включают в себя налоги, не включают в себя чаевые. Как правило, в Канаде чаевые – это 10-15%. То есть, вы не можете не оставить чаевые. Это касается и обслуживающую среду. То есть, маникюры, педикюры, стрижки, краски. Это относится и в бары, рестораны и так далее. То есть, если человек вас обслуживает, вам обязательно нужно оставить ему на чаевые. Потому что иначе подумать, что вы грубиян – вообще просто ужас. Продолжаем. Стрижка обойдется вам тоже в 40-50 долларов за поход. Все зависит от мастера, от того, куда вы идете. Я знаю, например, если вы пойдете к китайцам, подстричься, либо сделать ногти – это будет дешевле, чем вы пойдете просто в салон какой-нибудь в центре города. Что касается спорта. Спорт, например, спортзал вам обойдется примерно в 120 долларов в год, если мы говорим про какие-то дешевые спортзалы типа YMCA или EconoFitness. Но также, например, в Канаде очень много бесплатных кортов, площадок. То есть, если вы, например, играете в теннис, вы можете привезти свою ракетку и пойти поиграть с друзьями на бесплатный корт. Просто приезжаете, играете. Где дешево покупать вещи, предметы и все остальное? Ну, во-первых, не забывайте про группоны, купоны и так далее. В Канаде тоже действует сайт Groupon. Также есть сайт, который называется ToOnGo. Там бесконечное количество всяких разных купонов и на еду, и на реснички, и на ноготочки. На все, что только хотите. То есть, если у вас какой-то ограниченный бюджет, вы всегда можете найти что-то по акции и сэкономить какую-то часть денег. Где покупать одежду и вещи для дома? Ну, во-первых, это винтажные магазины. Там 100% дешевле, чем просто в обычном магазине. Во-вторых, в Канаде есть такие магазины, как Winners и Marshalls. Это аналоги TJ Maxx в Америке, куда свозят коллекции прошлые в магазин. То есть, допустим, Кельвин Кляйн больше не хочет эти футболки делать. Он их свозит вот в Winners и Marshalls. И там это продается намного дешевле. Также проверяйте гаражные распродажи на районе. Потому что канадцы, как американцы, любят гаражные распродажи. Можно найти классные вещи, например, для дома. Если вы только переехали, можете купить набор посуды с гаражной распродажей. Также дешево купить что-то можно на Амазоне. Amazon.ca. Очень часто в Канаде магазины делают price match. То есть, допустим, вы приходите в Best Buy купить какую-то вещь, телефон. Вы говорите, а на Амазоне стоит на 100 долларов дешевле. Магазин вам может сделать price match. То есть, сделать такую же цену, как на Амазоне. То есть, вместо того, чтобы вам заказывать, ждать и так далее, вы идете в магазин, говорите, вы можете сделать price match. Если да, то вы покупаете за эту же стоимость вот в этом магазине. Все. Я знаю, что, например, некоторые так делают даже с продуктами. То есть, они приходят в супермаркет и говорят, что, а там вот, вот там вот, там дешевле на 3 цента. И магазин говорит, хорошо, мы вам сделаем price match. То есть, если вы вдруг, совсем у вас нет денег или у вас супер ограниченный бюджет, вы всегда можете вот заняться этим. Также вы можете покупать, будь то одежда или какие-то предметы интерьера на сайте Kijiji. Это доска объявлений типа Юлы, Авито и прочих. Также на Фейсбуке вступите в группы типа Русский Торонто, Русский Монреаль, там, Русский в Канаде, Жилье на сдачу Торонто, Продам, Куплю, Торонто, Монреаль. То есть, такие группы, которые специализируются именно на продаже и покупке вещей. Очень часто можно купить классные поюзанные вещи с рук дешевле просто в разы. Поэтому зайдите на Фейсбук, найдите себе такие группы и наслаждайтесь. Теперь поговорим о мероприятиях. Поход в кино вам обойдется в 10-13 долларов, обычное и 20 и макс. Но, если вы будете ходить по вторникам, то минус 50% от цены и вы сможете в 2 раза дешевле посмотреть какой-то фильм. Вообще, стоит сказать, что в Канаде очень много бесплатных мероприятий, всяких разных фестивалей. Есть такой сайт Narcery, ссылка будет в описании к видео, где вы можете смотреть, какие мероприятия проходят в городе, какие рестораны открывают, какие там еще что-то проходят. Там в графе Local нужно выбрать свой город и вам будет просто сводка мест, ивентов, новостей и всего, что вы хотите. Сюда же стоит, наверное, отнести мероприятия с работодателями, с потенциальными работодателями, где вообще искать, куда ходить. Ну, во-первых, после того, как вы приедете в Канаду, заведите профиль на LinkedIn. Это профессиональная такая сеть, где люди знакомятся, ищут работу, то есть это все, что связано с работой. Также можете завести себе профили в Mirab, то есть приложение для встреч, знакомств по интересам, и Eventbrite. Это платформа для всяких мероприятий. Там очень часто проходят различные рекрутинговые мероприятия, просто какие-то мероприятия по интересам. Если вам интересно печь тортики, есть группа для пекарей тортиков. Если вам интересно программировать на питоне, вы можете пойти и пообщаться с людьми, которые программируют на питоне. Вы можете на этих мероприятиях познакомиться с потенциальными работодателями, либо, может быть, кто-то собирает свой проект, или что-то еще. То есть вы нетворкаете, знакомитесь с людьми, и потом эти люди могут вам, в принципе, предложить работу. Если вы ищете работу, то подпишитесь на рассылку Career Center. В каждом колледже есть такое, либо Job Center, либо Career Center. Там постоянно проходят какие-то выставки, какие-то рекрутинговые ивенты. По крайней мере, когда я училась, у нас буквально каждые две недели были ярмарки, где потенциальные работодатели приходили и брали резюме студентов. Также вы можете заняться волонтерством, на волонтерстве познакомиться с потенциальными работодателями. Либо вы можете также найти себе практику в интересующей вас компании. То есть многие компании берут себе интернов на лето и потом предлагают им работу. Поэтому, в принципе, можете найти волонтерство, практику, либо клуб по интересам и тем самым найти себе работу. Где же искать скидки для студентов? Ну, во-первых, есть такая карточка, которая называется SPC, которая либо вам колледж ее дает, либо вы можете ее купить онлайн сами. Она дает примерно 10% на различные покупки. На сайте этой карточки есть список магазинов, которые дают скидки, поэтому можете зайти и ознакомиться. Если же вы хотите получать скидки других магазинов, обязательно подпишитесь на рассылки, заведите membership card. То есть многие магазины дают скидку только за то, что вы подписаны на их рассылку, либо имеете членскую карту. 10-15% уже неплохо. Также вы можете сделать себе кредитку с кэшбэком, либо с какими-то поинтами, так же, как в России. То есть в России есть карты, например, Aeroflot Bonus, S7, Mili. В Канаде есть то же самое, называется AeroPlan, либо AirMiles. То есть вы оплачиваете свои покупки, вам копятся мили, потом вы можете брать билеты. Есть карточки просто с кэшбэком, где вам возвращают деньги. Есть карточки, которые, например, за каждую покупку отчисляют вам какие-то баллы, и потом за эти баллы вы можете брать билеты в кино. То есть когда вы пойдете открывать счет в банке в Канаде, вы можете узнать, какие специальные предложения есть с кэшбэком и с подобными сервисами. Также многие магазины дают скидку за студенческие, то есть это и супермаркеты, и какие-то магазины с едой. Например, BulkBarn, где вы можете покупать еду оптом, грубо говоря, в свои контейнеры, они дают 10% студентам. То есть не забывайте носить с собой студик, очень часто он вас может выручить. Некоторые магазины в Канаде дают скидку за переработку своих же продуктов. Например, это Kiehl's, марка для кремов, всяких сывороток для лица. MAC, это косметика, то есть 6 пустых баночек от продуктов, они дают вам помаду или тени. Также H&M дает за вещи, которые вы приносите им, 15% скидку. Поэтому, в принципе, это тоже можно учитывать, если вы, например, хотите сэкономить на каком-то из брендов. В Канаде, как и в России, в принципе, дают скидку на кофе с собой. То есть если вы принесете свою кружку, возьмете кофе с собой, вам обязательно дадут там сколько-то центов скидку. Что касается еды где-то в барах, в ресторанах, смотрите Happy Hour. На Happy Hour бывают очень хорошие делы, когда у вас и пиво 50% офф, и еда 50% офф, и просто идеальный вечер получается. Скачайте себе приложения, такие как Ribi и Flash Food. Ribi это приложение для всех купонов и супермаркетов, что есть. То есть вы скачиваете, выбираете город, он вам показывает все флайеры этого супермаркета. Вы можете посмотреть, где сейчас какие скидки на что, и в зависимости от этого пойти и приобрести себе еду. Flash Food это приложение для еды, к которой подходит срок годности. То есть супермаркеты говорят, ага, вот эти помидоры, best before, завтра. Мы их выложим в это приложение, и вы можете их купить с 50% скидкой. Вы как бы и экологии помогаете, еда не идет в мусорку, и как бы экономите значительно на еде. Совет от меня, смотрите распродажи на праздники, а особенно после праздников. Это лучшие распродажи. То есть составьте себе список вещей, которые вам нужно купить. Смотрите пасхальные скидки, Christmas скидки, Черная пятница, Новый год. В Канаде что ни месяц, то праздник. Поэтому в принципе вы найдете себе скидку на то, что вы ищете. Если вы любите, например, шоколадные яйца, день после Пасхи их распродают просто за копейки. То же самое с Рождеством. Вот вы придете 27 декабря в супермаркет, весь шоколад будет стоить там по 90 центов. Хотя до этого он стоил, блин, 20 долларов. Запомните и пользуйтесь. Если вы хотите купить технику, то на сайтах компаний-производителей есть такая секция как Refurbished. То есть предметом попользовались, может быть заказали его, не подошел, его вернули. Компания его проверила, сказала все супер и продает. Часто очень можно сэкономить на вот таких предметах 100-200, в зависимости от того, что вы покупаете. И как бы предмет будет в идеальном состоянии. Так, ну и последняя, самая важная часть. В случае emergency, какой-то ситуации чрезвычайной, что делать? Если с вами что-то случилось, вас ограбили, вы умираете, звоните, конечно же, 911 911. Если что-то несерьезное, вы всегда можете пойти в колледж, в интернешнл центр, в больницу, если это какая-то медицинская ситуация сложилась. То есть колледжи уже вас в любом случае куда-то направят. Если у вас какие-то проблемы с вашим разрешением на учебу, на работу, с визой, вам нужно звонить или писать в иммиграцию Канады. Только они вам дадут ответ на ваш вопрос. Вы можете, конечно, сходить в международный отдел в колледже, они вам могут помочь, но если они не помогут, в cse.gc.ca, там вам все расскажут. Также не забудьте узнать в колледже, что вообще покрывает страховка, чтобы знать, что в случае таком-то идти туда-то. Я знаю, что, например, моя школьная страховка в колледже покрывала даже зубы мудрости. Если вдруг вам нужно вырвать зубы мудрости, сделайте лучше это в колледже, нежели вы потом заплатите за это несколько тысяч долларов. Подписывайтесь на канал LinguaTripTV, смотрите другие видео, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!